МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задержан подозреваемый в хищении огнестрельного оружия. Богатыри – это очень сильные люди, которые охраняли свою родину от врагов. День былинного героя в Центральной библиотеке. Я считаю, что это лучшая титановая проволока в России. Чепецкий механический завод изготавливает титановые пружины для суперкаров «Феррари». А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленское управление ГИБДД подвело итоги профилактической операции «Ребенок-пассажир», которая проходила всю прошлую неделю. Ежедневно инспекторы ГИБДД фиксируют до 30 нарушений в регионе. Чаще всего взрослые не пристегивают детей, чей возраст варьируется от 4 до 7 лет. А дошкольников можно перевозить только в детском автокресле. Смоляне примут участие в акции «Дороги Победы» на Севастополь. О своем участии также заявили байкеры мотоклуба «Ночные волки», а также автолюбители и мотоциклисты из России и ряда европейских стран. Автомарш посвящен героям Великой Отечественной войны и укреплению дружбы между народами разных государств. Старт намечен на 11 августа и пройдет по маршруту «Смоленск», «Духовщина», «Вязьма», «Москва». Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям», стартовавший в прошлом году, продолжается. Госкорпорация «Росатом» и школьники 6-11 классов сохраняют живую историю городов присутствия атомной отрасли. Эта работа не прекращается даже во время летних каникул. В прошлом году юные журналисты Десногорска создали 300 видеофильмов о первых учителях, врачах, строителях города и станции. Только первая школа подготовила и разместила 50 интервью. На встречу, которая состоялась 19 июля, были приглашены герои фильмов, победивших в конкурсе «Слава Созидателям». В гости к ребятам пришли Михаил Дурманов, начальник цехообеспечивающих систем, Смоленской АЭС, депутат Гурсовета, и Надежда Григорьева, ветеран педагогического труда, третий директор средней школы номер один. Они поблагодарили ребят за участие в этом интересном проекте и рассказали о своем участии в нем. Город наш, хоть и молодой, но с богатейшей историей. С богатейшей, потому что она умещается не только в рамки от начала строительства до сегодняшнего дня. Эти рамки намного шире. Намного шире. Я вот сегодня говорил о поисковом движении. У нас тем очень много, которые продолжают нашими людьми, нашими жителями осваиваться, развиваться. И это не пустое. Вот это вот важно, что люди работают от души, вкладывая себя и подавая это другим. Вот этим этот проект, на мой взгляд, очень ценен. Сейчас формируется новая команда юных журналистов, которые продолжат участие в творческом конкурсе «Слава Созидателям». Мы набираем молодежь с 8-х классов, 6-х классов. И, конечно же, я очень рада, что у меня сохранились моя бывшая команда. Они перешли в 10-й класс и в 11-й. Работаем хорошо. У нас уже была первая победа с этой командой. Мы заняли первое место в школе «Росэнергоатом». Это школа юных педагогов. Рейтинг среди 50 городов. Мы набрать большое количество. Я очень рада. Героем этого фильма стала Наталья Александровна Лесная. На состоявшейся встрече ребята познакомились с новыми, не менее интересными героями будущих видеоинтервью. Это Максим Джугань и Нина Кожемякина. Хочется донести до нашей молодежи, до наших детей, внуков, что город, он просто сам не вырос. Его построили люди. Чистота – это просто тоже само не… откуда ничего не появилось. Все золотые руки людей. И хочется рассказать об этих людях при первой же возможности, показать. А дети буквально рвутся в бой и уже сейчас готовы встречаться с новыми героями, монтировать фильмы, участвовать в конкурсе и побеждать. Я хочу тоже помочь сделать кино, помочь сделать его. У меня вот вставка мечтала сделать кино. Своё согласие на встречи с начинающими журналистами уже дали Владимир Блохин и Алексей Федосов. В Гнёздове под Смоленском находится самый крупный в Восточной Европе курганный комплекс, который учёные исследуют уже полтора столетия. Сотрудники Государственного исторического музея обнаружили здесь захоронение воина, которое датируется второй половиной X века. Предположительно, он был знатным человеком. В его руках был железный меч, около метра длиной вложенный в деревянные ножны. После реставрации уникальный меч займёт место в обновлённой экспозиции исторического музея на Красной площади. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД Ярцевский поступило заявление от местного жителя о пропаже из квартиры нарезного оружия. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Подробности далее. Заявитель сообщил, что в его отсутствие из квартиры пропали два официально зарегистрированных ружья. Оперативники опросили соседей и возможных очевидцев. В поле зрения полицейских попал сосед потерпевшего ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Подозреваемый был задержан. Он указал, где спрятал оружие. В настоящее время похищенное изъято. В отношении подозреваемого следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Хищение оружия». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В Смоленском зоопарке появились новые обитатели. Экспозицию пополнили пять австралийских квакш. Эти квакши не квакают, как лягушки нашей полосы, и вырастают до 6 сантиметров. Издавна считается, что русская земля славится богатырями. Старорусские сказы, былины – это жизнеописание ратных подвигов героев и возвеличивание их человеческих качеств. В Центральной библиотеке Дню Былинного Героя посвятили целое мероприятие. Кого библиотекаря пригласили в гости в этот день, расскажем в нашем сюжете. Героями былин Киевской Руси чаще всего были богатыри, воплощающие народный идеал воина, народного заступника. Былины о них составляют целый пласт культуры Древней Руси. 20 июля в Центральной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню Былинного Героя. На лекцию библиотекаря пригласили младших школьников из оздоровительного лагеря Дома детского творчества. В презентации детям рассказали о самых известных и выдающихся героях Былин на Руси. Чем они были знамениты и за что до сих пор почитаемы в народе. Лекция, сопровождаемая красочными слайдами, была очень интересной и познавательной. Нам показывали презентацию о богатырях. Богатыри жили на Руси, они помогали людям и спасали их от злых идолов. И очень часто были такие сказки, их называли Былинами. В них обычно использовали богатыри. Богатыри – это очень сильные люди, которые охраняли свою родину от врагов. Жили они в Древней Руси. Я еще читал про Алешу Поповича, про Добрыню Никитича, про Садко, про Микулу Селениновича и про других. Я возьму книжку и прочитаю про богатырей. Завершилось мероприятие демонстрации доброго детского мультипликационного фильма. А сейчас новости спорта. На Кубке России в Подмосковье состязались сильнейшие легкоатлеты страны, среди которых были представители Смоленского региона. Отличный результат показал прыгун в высоту Илья Иванюк, который преодолел планку на высоте 2 метра 30 сантиметров и стал вторым. А для Смоленина Алексея Федорова, который выступает в тройном прыжке, выезд на Кубок России стал не таким успешным. Он должен был выполнить норматив для участия в чемпионате мира. Однако в последний момент из-за травмы ему пришлось сняться с турнира. 19 июля в Лейпциге стартовал чемпионат мира по фехтованию. За самые престижные награды сезона в составе сборной России поборются в том числе студенты и выпускники Смоленской академии спорта. После триумфальных Олимпийских игр 2016 года состав сборной значительно обновился. Но даже после омоложения состава сборная России рассчитывает подтвердить статус сильнейшей в мире в этом виде спорта. Лучшие спорткары мира будут собираться из деталей российского производства. Чапецкий механический завод одной из предприятий госкорпорации «Росатом» уже в сентябре поставит на заводы «Феррари» и «Мазерати» первую партию титановой пружинной проволоки для изготовления комплектующих. Это «Феррари» – машина-мечта. И скоро ее воплощение в жизнь будет невозможно без продукции Чапецкого механического завода. Именно здесь, на созданном единственном экземпляре оборудования, по уникальной технологии изготавливается титановая пружинная проволока, необходимая для производства деталей суперкаров. Впрочем, в продукции ЧМЗ заинтересованы не только итальянские автопроизводители. Наше предприятие поставляет продукцию таким крупнейшим потребителям, как объединенная судостроительная корпорация, объединенная двигатель строительной корпорации, Севмаш, Мечел, Магдадогорский металлургический комбинат. Чапецкий механический завод – настоящая производственная жемчужина госкорпорации «Росатом». Это единственное в России предприятие, обладающее полным технологическим циклом производства металлических кальция, циркония, титана и их сплавов. Контроль на всех этапах производственного процесса и оптимизация затрат позволяет в конечном итоге предлагать потребителю высококачественный продукт по приемлемой цене. Это пацановая сварочная проволока, это сплав, который, в общем-то, делают все в России. Но вот в прошлом году мы, во-первых, заняли больше 50% рынка, хотя буквально два года назад мы только и начали освоение самой этой продукции. Плюс в прошлом году мы стали номинантами в конкурсе «100 лучших товаров Российской Федерации». Соответственно, этот продукт такой уже, скажем так, зарекомендовал себя у потребителей. И я считаю, что это лучшая титановая проволока в России. Среди уникальных неядерных продуктов завода отдельным звеном стоит монолитная кальциевая инжекционная проволока для металлургических предприятий. Она произвела настоящую революцию в металлургии, позволив пять раз снизить расход кальция на тонну обрабатываемой стали и при этом повысить ее физико-химические и механические свойства. Сегодня этот наукоемкий продукт востребован не только в России, но и за рубежом. В целом же, к концу 2017 года Чапецкий механический завод планирует увеличить портфель заказов от неядерных бизнесов на 30%. И эти амбициозные планы с таким подходом к делу вполне реальны. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего канала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok